Здравствуйте! Рад вас всех приветствовать. Здесь, итак, моя лекция «Любовь растений». Я немножко в этой лекции расскажу о, так сказать, любовных отношениях в мире растений, а также о поле, есть ли он у растений, как он представлен и всё об этом. Многое из того, что сегодня прозвучит, наверняка все изучали в шестом классе, но, конечно, там никто ничего не понял тогда. Это просто гарантированно. Многие это же изучали в университете, даже в культете биологическом. Но тоже мало кто из этого понял, поскольку… Нет, на самом деле это вопрос довольно трудный. О чём же я буду говорить? На самом деле все растения делятся на высшие и низшие. Низшие растения – это, собственно, водоросли. Вот о них я сегодня рассказывать не буду. Буду рассказывать только о высших растениях, поскольку у низших там ситуация ещё вся более сложная и запутанная. Что касается типов размножения, выделяют у растений три типа размножения. Это, собственно, половое – гометами, яйцеклетками и сперматозоидами, бесполое, то есть спорами, и вегетативное – частями растений. Кто сажал клубнику на даче, прекрасно знает, что она размножается усами. Картофель размножается клубнями. Вот это вегетативное размножение, вот о нём я сегодня как раз тоже не буду говорить. Я буду говорить только о первых двух. Они самые интересные. Итак, вопрос, а есть ли вообще полурастений? Этот вопрос нам кажется странным, да, конечно, есть, но на самом деле большую часть истории человечества на этот вопрос отвечали по-разному. Это был абсолютно нетривиальный вопрос. В отличие, конечно, от животных. Даже во времена древней, не знаю, древнюю Египту или древней Греции, любой молодой пастушок мог с указкой объяснить, чем отличается, например, бык от коровы, которых он пас. Но вот как было это у растений, вопрос сложный. С одной стороны, некоторые что-то всё-таки люди знали. Например, по всему Древнему Востоку, вообще по побережью Средиземного моря выращивали финикую пальму. И садоводы прекрасно знали, что есть растения, которые дают финики, другие растения фиников не дают, мужские растения. Но если на плантации не будет хотя бы одного мужского растения, фиников ждать бессмысленно. Их не дождёшься. То есть понятие было, что мужское и женское растения. Более того, например, в Древнем Египте практиковали даже искусственное опыление женских растений. Как его осуществляли? Рабочие срезали вот эти крупные соцветия мужские и махали ими над цветками женских растений. И происходило таким образом искусственное опыление. Вот на этом барельефе IX века до нашей эры, как говорят учёные, показано как раз именно искусственное опыление. Там немножко сложно это понять, но, в общем, при некоторой доле воображения можно. Конечно, в реальности это осуществляли рабочие простые или рабы, но для изображений, которые останутся на века, они не подходили совершенно. Нужны были более официальные лица. И в данном случае бог Ра выступает в качестве опылителя, поскольку финиковая пальма была как раз одним из символов бога Солнца Ра. Также в этом же регионе выращивали инжир. И опять все знали, что на одних деревьях образуются съедобные фиги, на других деревьях есть только несъедобные каприфиги. Но хотя бы одно вот это мужское растение с каприфигами должно на плантации быть, иначе фиников не дождёшься. На Руси тоже имели некоторые представления о половых отношениях в мире растений. Например, выращивали коноплю, но её, правда, выращивали для того, чтобы делать, так сказать, одежду. У неё хорошие верёвки и верёвки. Вот тут мужское и женское растения. Кстати, интересно, что женские растения в простонародье назывались матёрка, от слова «мать». То есть правильно понимали, что оно даёт плоды. Ну, а в наше время мы можем увидеть вот это вот такое различие в женских и мужских растениях на примере ив. Весной одни деревья вдруг неожиданно становятся все жёлтенькие. Это те, у которых есть тычинки с пыльцой. А другие растения так и остаются зелёными. Это вот растения с пестиками, и в них пыльцы нет. То есть какое-то различие вот в этих растениях мы можем найти, но а как же другие? У них таких явных различий нет. То есть у них что, нет пола, есть пол? На этот вопрос отвечали по-разному. Например, во времена античного мира Аристотель, Теофраст, Плиний-старший и другие высказывали всё-таки за то, что у растений пол есть. И они именно исходили из практических знаний. Аристотель, конечно, прекрасно знал, как выглядит финьковая пальма и как её выращивать на плантациях. Поэтому, собственно, он и перенёс вот эти знания на все растения, хотя деталей никто не знал. Просто по той простой причине, что не было технологий, как это выяснить. Тогда ещё не было ни микроскопов, ничего такого, но они это предполагали. А вот в средние века ситуация полностью поменялась. Практика уступила место схоластике, философские зрения стали опираться на религию. И поэтому большинство учёнов отрицало полурастение, либо понимало с такой философской точки зрения, что ничего общего с реальностью уже не было. Например, вот Альберт Великий писал, что семена и плоды образуются из-за теплоты небесного свода. Вот он просто так объяснил. Но на самом деле не надо ни в коем случае думать, что эти замечательные учёные, в том числе Альберт Великий, были какими-то людьми недалёкими. Нет, это были действительно очень образованные для своего времени люди. Просто мировоззрение людей было вот как раз именно таким. Господь посылает, так сказать, от Него происходит вся жизнь, Он на небе. И поэтому вот эта концепция от теплоты небесного свода полностью укладывается в то мировоззрение. Она считалась абсолютно научной. Далее, в эпоху Возрождения в Европе продолжали отрицать наличие полу растений. Что вообще странно, поскольку в эпоху Возрождения опять перечитали все труды древних философов от Аристотеля, Теофраста. Взяли много у них, но почему-то учения о поле растений полностью отвергли. В то же время, что интересно, в Китае всё-таки говорили, что полу растений есть, хотя они, китайские мудрецы, это не очень как-то комментировали этот момент. Перелом начался, вернее, в конце 18-го, первой половины 19-го века. С таких революционных работ. Первая работа – это Рудольф Камерариус. Первым научно обосновал наличие полу растений. Себастьян Ваян. Он первым сказал, что главные части цветка – это пестики и тычинки. Раньше думали, что главные части цветка – это лепестки, поскольку они большие и красивые. Некоторые ещё могли догадаться, что там нужны пестики, поскольку увидели, что из них получаются плоды. Но зачем нужны тычинки – это было совершенно непонятно. Считали, что это какие-то абсолютно лишние части цветков, и даже думали, не удалять ли их принудительно, чтобы они не мешали образованию плодов. Ну и, конечно, это Карл Иней разработал половую систему классификации растений, как раз опираясь на строение тычинок и пестиков. Но вот опубликовал в своей книжке «Система природы» в 1735 году эту систему. Правда, он допустил одну небольшую такую вольность себе. В описании своего открытия он называл лепестки брачным ложем, тычинок женихами, пестиками, пестики называл невестами. Получалось очень антропомортно и очень резало слух. Поэтому на Линнея были, так сказать, многие его коллеги посмотрели как-то так с неодобрением, поскольку шла речь о том, что там в одном цветке несколько невест, несколько тычинок, несколько женихов и так далее. В общем, звучало не очень хорошо. По этому поводу Эоганн Сигебегезбек, директор ботанического сада в Санкт-Петербурге, он написал, «Бог никогда бы не допустил в растительном царстве такого безнравственного факта, как то, что несколько мужей и тычинок имеют одну жену, это пестик. Не следует преподносить учащейся молодежи подобной нецеломудренной системы». Но тут, в общем, Линнея виноват сам. Нужно все-таки и на будущее, наверное, и современным ученым знать, что нужно над названиями тоже думать. Как ты называешь, не называть их слишком так откровенно и антропоморфно. На самом деле Сигебег и Карли Ней до некоторых пор очень хорошо дружили. Пока Сигебег не так вот не высказался о работах Карла Линнея, за это Карл Линней послал ему мешочек с семенами, на которых написал «Cucculus ingratus», что в переводе означает «кукушка неблагодарная». И да, Сигебег ничего не понял, что за семена. Он их все-таки посеял, и семена проросли вот в такое маленькое, колючее и очень дурно пахнущее растение, которое, оказывается, Линней назвался гизбекия в честь своего, так сказать, недоброжелателя. В общем, вот так он ему отомстил. В общем, этот факт показывает, что не надо сильно злить ботаников и вообще систематиков, иначе в отместку назовут какую-нибудь отвратительную гадость в вашу честь, и она останется на все времена. Вот так. Итак, во второй половине XVIII века, во первой половине XIX века, можно сказать, сложились две команды. Первая команда – сексуалисты, которые выступали как раз за то, что у растений пол есть. Вот здесь вот эти замечательные ученые, например, Роберт Броун, в честь него названо броуновское движение, Маттиас Шлейден, основатель учения о клетке, и капитан их команды, можно сказать, Карлин Ней. Им противостояли асексуалисты, которые отрицали категорически полу растений. Здесь уже многие имена нам мало что говорят, но все на самом деле замечательные ученые своего времени. Их капитаном команды, как ни странно, было Ганг Гёте. Представляете, знаменитый философ, ученый, естественно-испытатель, но, видимо, его чуткая душа поэта не могла пережить тот факт, что у таких прекрасных вещей, как цветки, есть какая-то половая жизнь, и такие ужасные интимные какие-то отношения. Выступал категорически против. Разрешить дело помогли двое, и, как ни странно, совершенно не ученые люди. Первым из них был художник, второй продавец музыкальных инструментов. Видимо, ученые слишком закостенели немножко в своем видении проблемы, а эти два товарища видели ее с новой точки зрения, и поэтому смогли разобраться. Первый из них – это Михаил Лещик-Суминский. Как раз он художник, и это его вообще единственная научная работа. Правда, он делал ее по папоротникам. Но он правильно описал цикл размножения папоротников, первый в мире, и указал, где у них половые органы, тоже первый в мире. А второй был продавец музыкальных инструментов, Вильфгельм Гоффмейстер. Ему от отца остался магазин инструментов, он занимался торговлей, а в свободное от работы время он занимался исследованием пола у растений и сделал много замечательных открытий. От работы Лещика-Суминского, поскольку у него была одна работа, ее, так сказать, не заметили, пропустили, но Гоффмейстер был более настойчивым, он каждый год выпускал новую работу с уточнениями, и в конце концов от этого уже нельзя было отмахнуться. То есть было понятно, что действительно он нашел что-то. Ну и уже, так сказать, пенальти ворота асексуалистов. Вот забили двое, это Чарльз Дарвин, который детально описал процесс опыления, и, конечно, наш отечественный ученый Сергей Навашин, он открыл двойное оплодотворение, про которое вы все слышали еще со школы. И вот именно к началу XIX века точно стало понятно, что у растений все-таки пол есть. И вот мне еще раз хотелось обратить внимание на то, как это различно, что у животных есть пол, в этом никто не сомневался уже многие тысячи лет, а вот то, что пол все-таки есть у растений, стало достоверно, понятно. И это осмыслили люди только не более чем 200 лет назад. Огромные различия. Растения слишком не похожи на нас, и мы сейчас в этом убедимся. Ну а все-таки, как же на самом деле растения делают это? А начнем мы вот с чего. Не с цветковых растений, а с одной небольшой группы. Вот здесь она под буквой Z. Что-то такое Карли Ней отнес в эту группу. Он в нее отнес тех растений, которые ему назвал тайно-брачные. Поскольку он долго искал и упорно у этих растений тычинки, пестики, семена, и ничего не нашел. И он не понял Карли Ней, как они размножаются, назвал их все тайно-брачными. К ним относятся мхи, папоротники, хвощи, плуны. Вот такие растения. Действительно, у них нет ни цветков, ни семян. Причем то, что у них нет цветков, особенно у папоротников, занимал не только ученые, но и мы простых людей. Например, про папоротники вы знаете. Придумали легенду о том, что папоротник якобы цветет только один раз в год. Ночь на Ивана Купалу. И уж кто найдет его цветок, тот обретет великую магическую силу. Этому празднику были в эту ночь. Она считалась очень магической, устраивали разные празднества. Но как ни странно, хотя папоротнику и отрицали наличие у него какого-то пола, у папоротников, сам праздник как раз был посвящен именно любовным отношениям, о соединении женского и мужского начала. В данном случае огонь выступает мужским началом, вода выступает женским началом. И именно почему девушки бросают зажженные венки в воду, это соединение мужского и женского начала. Иногда вода и огонь заменялись цветами. Алом для мужчин, синим для женщин. Поэтому, если видите на картинке слева, девушки прыгают через костер в юбках именно синего цвета. Вот так. Ну, вот так по изображению художник должен был выглядеть этот замечательный папоротник. Более того, это настолько закрепилось в умах, что дошло даже до XIX века, до викторианской эпохи, эпохи правления королевы Виктории в Англии. К этому времени уже было понятно, что цветки имеют отношение к половой жизни растений. У папоротников нет, поэтому считалось, что девушкам, незамужним, приличествует выращивать именно папоротники, а не цветы. Потому что думали, что цветы все-таки могут возбудить в них какие-то нехорошие мысли. А папоротники нет. И вот даже на платьях девушек нельзя было изображать цветы, но зато можно было изображать листья папоротников. То есть вот даже до такого момента дошло вот это отрицание. Ну а все-таки, где же искать половые органы у папоротника? И есть ли они? Конечно, они есть. Только на этом растении их нет. Вот это растение вы, конечно, знаете, когда гуляли в лесу. Большое, раскидистые, с листьями. Вы, наверное, также знаете, что если перевернуть лист, на обратной стороне вы увидите такие черные точки. На самом деле это места образования спор. Вот так они выглядят, такие маленькие мешочки. Со спорами, когда они созревают, мешочки, они становятся темного цвета. Вот светлые они не созревшие, темные созревшие. Затем этот спорангий раскрывается, так резко отгибается, вначале в одну сторону, потом в другую, действуя по принципу катапульты, и споры улетают в свободное парение. Они очень легкие, и ветер их может унести на довольно значительное расстояние, но и даже так они раскидываются довольно далеко, почти где-то до метра длины может отбросить от себя папоротник спор. Споры попадают в подходящие условия, в мягкую влажную землю, прорастают. Что же из нее прорастает? Вот это большое растение с листьями или что-то другое? Может кто-то вспомнить? Что-то другое, но что мы не помним. Из нее прорастает вот такое маленькое растение, которое обычно называется заросток. Он очень маленький, это буквально несколько миллиметров, поэтому мы их и не видим. Но это совершенно самостоятельное растение. Правда, корней у нее нет, вместо него есть такие вот корнеподобные резоиды, но это растение фотосинтезирует, ведет самостоятельную жизнь, полную и насыщенную. Именно на этом растении образуются, собственно, половые органы. У растения они называются архегоний и антеридий, причем, замечу, вот здесь я их выделил, так они называются, кстати, у всех растений наземных. Половые органы называются архегоний и антеридий, а не тычинки, пестики. Это вообще не то. Об этом я чуть позже скажу. Далее в антеридиях созревают сперматозоиды, и во влажную погоду антеридий раскрывается, сперматозоиды плывут к архегонию, сперматозоиды проникают сюда через трубку до яйцеклетки, яйцеклетка вот здесь расположена, происходит оплодотворение, и уже вот потом вырастает тот папоротник, который мы с вами за папоротник считаем, тот, который мы видим. То есть у папоротника есть вот такой вот цикл смены двух поколений. Одно поколение бесполое, оно образует только споры, и поколение половое, у которого есть половые органы. Чтобы, может быть, понятно, ну и вас повеселить, покажу. А вот если бы так было у человека? Мужчина и женщина встречаются, влюбляются. Затем, так сказать, происходит связь, и получается, рождается что-то. Ну, я вот здесь показал, что мужчина и женщина, допустим, будет гометофитами у нас, то есть тем, что имеют половые органы, и от них рождается что-то другое. От них рождается большой спорофит. Я вот здесь показал с руками, ногами, головой, но он может быть совершенно не так выглядеть. У него может быть четыре руки, две головы, шесть ног, и так далее. И вот это странное животное называет нас с вами мамой и папой. Мы его, наверное, будем любить, хотя странно, как это можно себе представить. Он может быть большим, а может быть очень маленьким. То есть он совершенно отличный от нас. И, конечно, очень трудно понять, как бы в таком обществе было жить. У нас и так проблем гендерных хватает, а здесь был бы еще кто-то третий и еще бесполый. Кто бы здесь получил преимущество, мы спорим, кто преимущество у нас, мужчина или женщина, а здесь еще вмешивается еще кто-то. Он бы был главным, или наоборот были бы главные половое поколение. Вплоть до бытовых проблем, например, поход в туалет. Мог бы бесполый существозой зайти в любой туалет, или ему нужно было бы отдельное помещение. В общем, проблем было бы, конечно, много. Но в конце концов, этот парафит, то есть бесполое поколение, тоже начнет размножаться. Пара ему не нужна. Да, он мог размножаться сам, и от него бы уже произошло то поколение, родилось то поколение, которое, собственно, мы с вами. То есть для нас с вами был бы мама и папа. Это вот это вот живот, такая баба, такая вот в одном лице. А вот дедушка и бабушка были бы на нас уже похожи. То есть вот так бы было через один. Да, то есть вот так бы вот через один. А для него наоборот. Были бы мама и папа такие, но и дети похожи. А сам он не похож ни на кого. В общем, было бы все очень сложно. У папоротников, как я уже сказал, ведущим. Вот я говорил, кто будет ведущим, папоротники решили это однозначно. Кстати, как и хвощи, у них ведущий с парафит. Он у них большой и красивый. Гометофит, половое поколение у них очень маленькие. Но есть растения, которые пошли наоборот. Это мхи. У них главный – это гометофит. Вот все, что вы видите, все эти мхи, которые растут и образуют такие мягкие подушки, это как раз половое поколение. А раз половое поколение, значит, именно на этих растениях есть половые органы. И это правда. Они могут образовываться в очень разных местах. Больше всего в этом отношении преуспел такой рот бриум. Это такие маленькие рот, очень маленькие растения. Их очень сложно отличать друг от друга. И в основном их действительно отличают по расположению половых органов. У них может быть двудомность, половой орган на разных растениях. Может быть однодобность с разными вариантами расположения. или, например, архегония располагается наверху антридии, например, на боковых веточках. Может быть, и вот такой случай, как у бриума Лунхакаулин, у него вообще может быть такой многодобности, так и эдак. То есть, очень запутанный этот рот, очень сложно изучать. А без половых органов они вообще все выглядят почти одинаково. И после того, как происходит оплодотворение, вот их бесполое поколение, это вот эта коробочка на ножке. Так она называется, коробочка-ножка. Вот это бесполое поколение. Тут еще коробочка делится на урночку и крышечку. Если крышечка отвалится, то в коробочке как раз образуются споры. Вот здесь видно такие маленькие точки, это споры. Это споры. Самое интересное в коробочке, это, конечно, так сказать, ее вот устья. Когда крышечка отпадает, мы видим зубцы коробочки, которые все вместе носят на такое название, как перистом. Это специальные зубцы, они могут реагировать на влажность воздуха, они могут колебаться, и тем самым они содействуют рассеиванию спор. Перистом очень интересен, очень разнообразен, и именно, кстати, на нем строится вся систематика мхов. Вот покажу некоторые фотографии под электронным сканирующим микроскопом. Это как раз разнообразие перистомов мхов. Если такую картинку показать, то кажется, что какое-то чудовище инопланетное. Никогда не подумаешь, что это просто обыкновенный мох, тем более, это фунария, которая соединяет с самых распространенных у нас в Москве, и мы их даже и не замечаем. То есть, есть вот такие два поколения, которые постоянно сменяют друг другом, как у папоротников, так и у мхов. Кто-то ведущий, кто-то, так сказать, более другой. А теперь перейдем, наконец, к семенным растениям. Вот ель, всем вам знакомая. Итак, смотря на нее, давайте сделаем с вами предположение, кто же это, спорофит или гометофит. Вот это растение, оно будет гометофитом, несет половые органы, или спорофитом, образует споры? Вот на этом все и спотыкаются со школы. Потому что до этого вроде все понятно, а вот здесь начинает непонятно. На самом деле, все семенные растения пошли по принципу папоротников. У них ведущий, это спорофит. То, что мы видим, вот это, это спорофит. Он образует споры. Вот это. Вот это растение образует споры. Спорофит. Он ничего больше не умеет, кроме делать споры. А? Это семенные, все семенные растения. Голосеменные, покрытые семенные, неважно, все семенные растения. Сейчас их в один отдел объединили. Это спорофит. То есть, в шишках образуются споры. В первую очередь. А что же дальше-то? А дальше вот что. Вот, посмотрите, вот это схема шишки, чешуйка шишки. Это женская чешуя. Спорангий. Внутри спора. Одна. У папоротников спорангий, я говорил, вскрывается. И спора улетает. У семенных, у голосеменных растений спора прорастает прямо здесь. она никуда не улетает. Это был огромный прорыв у семенных растений, что спора никуда не улетает. Потому что она очень, ну, спора очень маложизнеспособна. И вы видели, какие маленькие гометофиты. Его можно, на него могут наступить, съесть, повредить. легче и гораздо выгодней оставить его внутри, на себе. Спорафит оставляет и проращивает гометофита на себе, даже внутри себя. Здесь можно провести аналогию, грубую аналогию с амфибиями, допустим, и млекопитающими. Амфибии выметывают икру в воду и неизвестно, что с ней там произойдет. Амфибиями держит внутри себя плод для лучшего сохранения. Здесь растения пошли по тому же пути. Они оставили гометофит внутри себя, чтобы его лучше сохранить. Но не надо забывать, это совсем другое поколение, хотя оно и живет за счет, то есть гометофит живет за счет спорафита, но это совершенно самостоятельно. Как плод внутри матки, это совершенно самостоятельно растение, хотя и живет за счет матери полностью, так и здесь. Это совершенно самостоятельное растение. Более того, оно прорастает в небольшой растении, там всего 20 или 30 клеток, но, кстати, у него есть половые органы, архегонии, даже два. Тут все в порядке. Это настоящее растение. Вот архегонии, все есть. вот так выглядит в разрезе, если под микроскопом смотреть, но это, конечно, окрашенный образец, поэтому цвета такие. Вот, собственно, спора прорастает за росток, это, собственно, гометофит, за росток, только он вот здесь, он внутри. Дальше. Мужская шишка, опять-таки, все то же самое, чешуя, спорангий, только в спорангии много спор, но каждая спора прорастает в маленький гометофит под оболочкой спора. Этот маленький заросток состоит всего из четырех клеток, из четырех. Поэтому половой орган просто не из чего делать. Антеридиев у семенных растений нет, хотя половые клетки есть и сам мужской заросток есть. Вот как выглядит мужская шишка под микроскопом. Вот тут много-много вот этих спор, внутри которых пророс заросток из четырех клеток гометофит. Вот такие вот споры, внутри которых пророс заросток, мы называем пыльцой, пылинкой. Вот что такое пылинка, пыльца. Многие, считайте, говорят, что пыльца это какие-то части клетки растений. Нет, пыльца это половые клетки растений. Нет, пыльца это заросток под оболочкой споры или гометофит под оболочкой споры. Это мужское, маленькое мужское растение, которое состоит всего из четырех клеток. В этом нет ничего удивительного, некоторые водоросли вообще одноклеточные и прекрасно существуют. А это растение из четырех клеток, одна из них половая, но это растение самостоятельное. Воле ветра оно переносится и потом соединяется уже на шишки, они соединяются друг с другом, половые клетки вступают в контакт и потом уже прорастают только семена. Семена, семя это новый спорофит. Ну, давайте еще раз повеселимся. Разножение человек по типу сосны теперь. только теперь за основу возьмем, что вот мужчина и женщина будут нас спорофитами, на самом деле, которыми мы в общем, может, хотя и являемся. Итак, в свое время внутри мужчины и женщины образуется спора. Она прорастает в маленького человечка, который живет внутри организма. Далее надо этим, поскольку эти сами бесполые, вот надо встретиться вот этим двум, которые внутри друг друга. Можно встретиться по-разному, может быть, мужчина передает просто как-то женщине, а можно сделать действительно как у сосны. Мужчина выпускает этих человечков наружу, они разбегаются, их единственная цель в жизни найти женщину и проникнуть внутрь, чтобы найти маленького женского человечка. Когда он находит, он хватается за ногу, упорно ползет вверх, пытаясь проникнуть внутрь. Вот такие страсти для развлечения. Ну да, если снимать фильм по размножению человека по типу сосны, тут даже чужих мы переплюнем. так или иначе, они должны попасть в одно тело. Внутри происходит любовная связь, и потом уже внутри, как бы внутри, который внутри, образуется новая спора, которая уже прорастает в новый спорофит, и уже тогда спорофит новый выходит на волю. Вот так было бы тяжело справляться. Вот так. Ну вот у нас поколение за поколением, у них всегда два поколения, всегда два, у всех наземных, я имею в виду, без водорослей. Теперь мы прекрасно знаем, перейдем к нашим цветковым, мы знаем, что вот это дерево это спорофит. У него есть тычинка и пестик, это репродуктивные органы растений. Они действительно репродуктивные, но половыми их нельзя назвать ни в коем случае, поскольку это растение может продуцировать только споры. Это в том, в том, вот в завязи вначале образуется спора, и она прорастает в маленькое растение, в женский гометофит, только это растение состоит всего из восьми клеток, всего из восьми. Поэтому архегония в половых органах нет. Нету. Не с чего их просто делать. А мужской тычинка, тут опять в тычинке образуются вначале споры. Внутри каждой споры прорастает маленький заросток, маленький гометофит. Он изначально состоит вообще из двух клеток. Потом еще одна клетка делится, получается три клетки. вот так выглядят споры. Споры очень разнообразные. Это пыльца собственно уже. Пылинки очень разнообразные и по форме, и по строению своей оболочки. Они могут быть совершенно необычные. быть. Вот здесь несколько приведу примеров. Например, пастифлору обычно называют теннисный мячик. Действительно похожи. Могут быть длинные, могут быть круглые и так далее. И могут быть у дуба вообще очень странной формы, даже сложно ее описать. Очень сложные пылинки у одуванчика. Это под электронным микроскопом, конечно, раскрашенные, но на самом деле пыльцу видно прекрасно. и под просто световым микроскопом. Вот это просто сделано в фотографии под световым микроскопом, здесь ничего не раскрашено. Вот действительно как они и есть. Вот у математики очень интересно. Вся с шипами, у венка огромные такие шары с еще порами и так далее. То есть это очень разнообразно. Ну и что же получается в общем в конце. Так или иначе тем или иным путем пылинка перелетает, оседает на рыльце пестика, оболочка рвется и есть одна специальная клетка такая, пыльцевая трубка называется, она начинает прорастать, 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 тянется к женскому заростку можно можно сказать, и внутри этой клетки перемещается уже спермия. Спермия у семенных растений сами плавать не могут, у них нет, это не сперматозоиды, у них хвостиков нету, они просто перемещаются, перемещаются и происходит здесь уже слияние яйцеклетки и спермия. Образуется заросток нового спорофита, зародыш, который, так сказать, будет семенем следующего поколения. здесь нигде не присутствует вода, водная среда внешняя, внешняя среда, она полностью исключена, в этом можно сказать есть большое приспособление цветковых и вообще семенных растений, они обогнали в этом даже животных и даже нас с вами, нам для оплодотворения нашим сперматозоидам все-таки нужна вода внешняя. здесь ничему не нужно. Они в этом отношении, они в эволюционном плане пошли даже дальше. И хочу еще сказать, что и там и вообще у всех высших растений всегда есть два поколения половое гометофит и бесполое спорофит, которые сменяют друг друга вот в этом бесконечном цикле. вот именно его было очень сложно узнать, как это делалось, очень сложно понять, когда это рассказывают вообще где-то в шестом классе, причем в начале, это вообще никем не воспринимается, естественно, и непонятно, почему так рано об этом рассказывают, вот, но на самом деле это действительно интересно и забавно, цветы действительно нужны для размножения растениям, о чем узнали, как я уже говорил, в общем-то не так давно, но все-таки не будем мы такими уж материалистами, да, и несмотря на то, что здесь чисто биологические процессы, все-таки не будем забывать дарить друг другу репродуктивные органы растений, полное разнополых гометофитов и украшенные ярким околоцветником, чего мы, что мы называем просто цветы. На этом все у меня, спасибо за внимание. Поднимайте руки, чтобы я смог подойти. Дмитрий, у меня тут по ходу лекции возникло несколько вопросов. Вот вы так подробно рассказывали, как развивалось представление о поле у растений, что окончательное утверждение о том, что у растений есть пол все-таки утвердилось только лет 200 назад. Вот Елена в одной из предыдущих лекций говорила, что у грибов вообще чуть ли не семь полов имеется. Да, там совсем сложная картина, и семь и восемь насчитывали. С грибами там еще тяжелее, чем с растениями. А вот как узнали, что у грибов столько полов, когда это узнали, что вот такой казус-то? На самом деле, насколько я помню, тоже не так давно. Да, вот лет 40, наверное, 50 где-то назад. До этого тоже зачастую не представляли, как это происходит. То есть, это когда уже, наверное, и сейчас в эру уже молекулярных данных, чтобы разложить, кто какой пол, вот это уже пошло у грибов. с грибами еще сложнее. Тут можно было хоть с помощью микроскопа разглядывать. Вот так. У меня сейчас еще сложнее вопрос будет. Вот вы сейчас столько сравнений приводили между животными, растениями и людьми. А вот есть такое выражение любви растения, которое может иметь несколько романтический такой смысл, но которое в песнях часто используется. Вот насколько такое сравнение правомерно любви именно с растением? Ой, это сложно сказать, как тут можно провести параллель. Растения всегда притягивали взор, особенно цветковые. Мы знаем, что символисты вообще любили и каждому цветку наделяли их символом. Они изображались на болотнах известных художников, особенно их любили какие-то прерафаэлиты, каждый цветок у них что-то значил. То есть не надо так прямо отождествлять истинную ботанику и биологию с какими-то воззрениями. Я люблю растения не только потому, что они такое выделывают, а потому, что они тоже красивые и отделять надо. Причем некоторые цветковые растения даже женские имена носят порой. Лилия, к примеру. Ну, это не только Лилия, Лилия, Маргаритка, пожалуйста. Еще лучше. Фиалка. Вероника. Вероника, да. Ну, это уже либо исторические названия, либо названия, да. Ну, скорее исторические, которые тянутся издалека, и иногда эти названия откуда пошли проследить очень сложно уже. Вот. Понятно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.